Сырники с малиной, сметаной. Теперь у меня на каждый день готовая еда. Надеюсь, это не моя машина. В Екатеринбурге соседи решили проучить девушку, регулярно паркующую свою яркую машину, на месте для инвалидов. Автоэвакуатор приехал за желтым Мерседесом в тот момент, когда его хозяйка, видеоблогер, снимала у себя на кухне очередное видео для соцсетей. Бросив все, но не выпустив из рук телефона, она выбежала во двор, где встретилась с инспектором. Как сообщили жильцы дома номер 31 по улице Академика Парина, городскому порталу Е1, они неоднократно имели разговор с юной блогеркой Мару Будальян по поводу ее машины. Прося ее не ставить этот ярко-желтый автомобиль на место для инвалидов, поскольку в доме может быть и немного инвалидов водителей, но есть люди, перевозящие инвалидов детей или стариков. Они имеют право пользоваться этими местами, которые, как правило, шире обычных и расположены ближе ко входу. Но Мару только смеялась им в ответ в домовом чатике. Эвакуация ее машины, по собственному признанию Мару, также вызвала у нее смех. Честно, я бы на место своих соседей, я бы себя тоже бездневно видела, потому что я просто со всего хахаловлю и раздумаю. Про себя Мару Будальян рассказывает, что родилась и первые 20 лет своей жизни прожила в Оренбургской степи. Перебравшись в Екатеринбург, она нашла себя в соцсетях. Так, в одной из порицаемых государством соцсетей на нее подписано более 12 тысяч человек, что совсем неплохо для провинциального блогера. На жизнь Мару зарабатывает тем, что снимает короткие видео для других, начинающих блогеров, а также учит их самих снимать про себя красивые истории. Жалобу соседей, на ее пусть не новенький, но довольно дорогой, за один только красивый номер девушке пришлось выложить 200 тысяч рублей автомобиль, Мару считает проявлением зависти к молодой и успешной девушке, людей, у которых, цитата, «своей жизни нет». Так бывает в 22 года, когда кажется, что весь мир крутится вокруг тебя и твоего ближайшего круга. Ничего предосудительного в этом не было бы, если бы юная красавица была примером во всем. Не занимала бы места для инвалидов для начала. Вообще, у большинства водителей вставать на такие места считается дурной приметой. Суеверие, конечно, но стоит ли примерять на себя чужую и явно нелегкую судьбу? Хотя, значок инвалидной машины по цвету очень подошел бы Мерседесу Мару. По словам самой блогерки, на вызволение своей машины со штрафстоянки у нее ушел целый день и 5 тысяч рублей. Возле моего дома есть штрафстоянка и заехали, нет машины. Что мы сделали в такой огромный круг? 3 часа дня я до сих пор не забрала машину. Я сюда приезжала в наркологичку. Сдавать она. А теперь я забираю машину. Еще такие двери везде тяжелые. Дорогие соседи, как я вас люблю. У меня документы нужны. У меня все документы. Вы хотя бы скажите, где она, и я поеду. Работает, говорит, машина, говорит, по нее, говорит, вообще столько жалоб надоело. Серьезно? Это, то есть, не в первый раз жалуется на мою машину? Походу, дело, да? Я сегодня соизволил вас забрать. Ладно, спасибо. Так, теперь будем сожгли машину-то. Это всякие бывают. Я наконец-то забрала. С вами был шестом. По известной шкале принятия неизбежного, где за отрицанием следует гнев, торг, депрессия и, наконец, принятие, Мару Бадальян, похоже, пока находится только на втором уровне – гнева. А потому, забрав машину со штрафстоянки, она поставила ее на то же самое инвалидное место, бросив вызов соседям. Сегодня в директе писали, что дай бог мне терпение, но кажется, дай бог терпение моим соседям. Они еще так знают, с кем они связались. Сейчас мяч на стороне соседей по дому. И хочется верить, что они окажутся такими же настойчивыми, как эта молодая энергичная девушка. И помогут ей сделать следующий шаг в принятии основ общежития.